Здравствуйте! В эфире нашего телеканала новости. С ними вас познакомят мои коллеги и я, Алина Николаева. В начале коротко о главных темах выпуска. Дом многонациональный. В Ростове отметили День народного единства. Самая главная традиция – это традиция собирать наши диаспоры, которые сегодня в очередной раз доказывают всем, что сила юга нашей страны, сила Ростовской области, сила нашего города в том, что мы сильны многонациональностями. Удобно и проще простого. В Ростовской области заработало мобильное приложение госуслуги. В мобильном приложении при использовании этих автоинформеров можно прям сразу отсюда оплатить свои пенни, штрафы. Не стоит ждать гармонии. Жители дома на Малюгиной после капитального ремонта получили холодные батареи в квартирах. Вы забыли, что это было снабжение квартир. У нас 10 квартир. В разумный срок. Что такое разумный срок? День народного единства. Ростов многонациональный отметил в городских парках. Центральным местом празднования стал парк имени Горького. Выходной, который выдался среди недели, горожане с удовольствием провели на свежем воздухе. Массовые гуляния проходили под концертную программу с участием лучших творческих коллективов национально-культурных объединений Донской столицы. «Сила России в единстве» – слоган фестиваля национальных культур. Самая главная традиция – это традиция собирать наши диаспоры, которые сегодня очередной раз доказывают всем, что сила юга нашей страны, сила Ростовской области, сила нашего города в том, что мы сильны многонациональностями своими. Если для кого-то проблема большая, для Европы, например, то для нас это самое великое богатство. В Ростове проживает столько у нас народностей, столько людей, все вместе, дружат. Я думаю, это очень важный праздник для всех. Напомню, праздник учрежден в памяти событиях 1612 года. Тогда восстание во главе с Мининым и Пожарским освободило Кремль и Москву от поляков. День народного единства ростовчане, как и жители страны, отмечают в десятый раз. «Славный батюшка, дом нашу силу питает, слава Боже, теперь что мы есть, казаки!» В Ростовской области заработало мобильное приложение «Госуслуги». Скачать его можно на айфон, смартфон и другие портативные устройства. О возможностях сервиса журналистам рассказал министр информационных технологий и связи Герман Лопаткин. В мобильной версии пользователям доступны данные о своих штрафах от ГИБДД, налоговой службы и судебных приставов. «В мобильном приложении при использовании этих автоинформеров можно прямо сразу отсюда оплатить свои пени штрафы. И хочу отметить, что комиссия, в отличие от того, если идете очно со своими квитанциями в банковские учреждения, не взимается». Помимо мобильного приложения в Ростовской области идет доработка бета-версии портала. Она имеет более простую навигацию и объединяет только самые популярные госуслуги. Информация о штрафах, пенсионных накоплениях, запись ребенка в детский сад, регистрация заключения брака и другие. В будущем на этой платформе появится возможность оплаты любых коммунальных услуг. «Для удобства визуального воспринятия интерфейса предусмотрены иконки, логотипы. Они сопровождаются совсем упрощенными названиями, не так, как называется государственная услуга в законе, а нашим сленговым ежедневным обиходным названием. Допустим, детский сад, дети, штрафы, автомобили, отсутствие очередей и еще такое». Добавлю, сейчас на портале доступно более 2000 государственных услуг. На сайте зарегистрировано около полумиллиона пользователей из Донского региона. Половина из них – ростовчане. Второй год с холодными батареями. Жители дома на Малюгиной запасаются шерстяными вещами и электрическими обогревателями. После капитального ремонта тепло владельцам квартир в центре Ростова только снится. Устранить проблему управляющая компания не спешит. Виктория Щетинина продолжит. «Возовите теплоснабжение квартир. У нас 10 квартир. В разумный срок. Что такое разумный срок?» На руках у Эдуарда Надозора решение суда. И причем не первое. Высшая инстанция постановила взыскать штраф и наладить теплоснабжение. Вот только управляющая компания не спешит выполнять эти требования. Уже два года жители дома на Малюгиной 284 страдают от холода. С прошлого декабря 10 квартир остаются без отопления. В остальных батареи нагреваются еле-еле. Но за неоказанную услугу горожанам продолжали начислять платежи. «Мы написали заявление, что платить за отопление не собираемся. Начали нам начислять долги за отопление, которого нет. А долги такие сначала 9 тысяч, а потом дошло до 13 тысяч. Ну, пришлось нам с ними судиться». Почти 40 лет система теплоснабжения работала без перебоев, а вышла из строя после капитального ремонта. Его ждали как благо, но теперь жители жалеют, что согласились на реконструкцию. Часть денег, а это больше миллиона рублей, собрали с владельцев квадратных метров. За кругленькую сумму они получили протекающую крышу и холод в квартирах. «Мы пенсионеры. На лекарства пришлось платить, потому что болели. Даже на кухне иногда включали газ. Но много ж не включишь его, потому что потом себя плохо чувствуешь. Дети болели. У нас, считайте, второй и пятый этаж – дети, многодетная семья. И там детки все время болели». Жаловались везде и всюду, но ответы от всех инстанций примерно одинаковые. Управляющие компании с благозвучным названием «Гармония» настоятельно рекомендуют устранить неполадки, что отвечают и предпринимают в коммунальной организации в ближайшем выпуске программы «Городская среда». Виктория Щетинина, Владимир Дудник, Южный регион.Инфо. Не в ноябре, а в начале 2017 года может быть завершено строительство низовой части Ворошиловского моста. Объект обещают сдать на полгода раньше намеченного ранее срока. Проект предусматривает реконструкцию существующего моста и строительство нового шестиполосного мостового перехода протяженностью 623 и шириной 36 метров. Пропускная способность нового моста составит 85 тысяч автомобилей в сутки. Для обеспечения беспрепятственного движения пешеходов, в том числе маломобильных групп, предусмотрено строительство четырех лифтов. Напомню, реконструкция Ворошиловского моста идет в сентябре 2013-го. В августе 2015 года было открыто движение по двум полосам построенной верховой части. В настоящее время завершены работы на правом берегу по обустройству подъездов к мосту и тротуаров. В Левобережной делают пешеходные дорожки и проезжую часть на съездах номер 2 и номер 3. Демонтаж низового моста планируется завершить в середине февраля 2016 года. Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова-на-Дону ищет подрядчиков для выполнения разметки и установки искусственных неровностей на уличной дорожной сети города. За последние два дня на портале госзакупок размещено сразу 6 лотов на эту тему, сообщает портал 161.ру. Согласно документам закупки, на разметку планируется потратить до 10 миллионов 600 тысяч рублей. На изготовление и установку искусственных неровностей почти 4 миллиона. Разметку подрядчик должен выполнить белым термопластиком со световозвращающими элементами на общей площади 11 100 квадратных метров. Общая площадь новых лежачих полицейских составит 205 квадратных метров. Согласно муниципальным контрактам, которые планируют заключить департамент, работы по нанесению разметки планируется закончить до 12 декабря, по установке неровностей – до 15 декабря. На этом у меня все. Я прощаюсь с вами и напоминаю. Эти и другие новости вы найдете на портале rostovlife.ru. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова